Продолжаем программу. В соответствии с постановлением главы государства о мерах по повышению эффективности оказания нефрологической и гемодиализной помощи населению Республики Узбекистан. Трансплантация почки теперь проводится и в областных центрах. Квалифицированные специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени академика Вахидова вместе с врачами и сурхандари провели очередную сложную операцию в областном многопрофильном медицинском центре. 26-летний Алибек Рахмонов – единственный сын в семье. Надежда и опора родителей двух младших сестер, любящий и любимый отец двоих детей. Болезнь Алибека, которая привела к хронической почечной недостаточности, стала испытанием для всей семьи. Поэтому, когда его мать узнала о возможности стать родственным донором для сына, вздохнули с облегчением. В апреле текущего года мы с сыном приехали в Ташкент, прошли медицинское обследование. После получения результатов нас поставили на очередь, а затем мы вернулись домой, поскольку узнали, что операция будет проведена по месту жительства. Конечно, это нас очень не обрадовало. Ведь, как говорится, дома и стены помогают. А это история еще одной семьи. Фарида Мелькмуродова, подарившая своей племяннице второе рождение, говорит, что чувствует себя хорошо. А юная Шахло Исмаилова светится от радости, рассказывая, что едва закрыла глаза, как уже проснулась в палате, и не перестает благодарить всех, кто подарил ей новую жизнь. То, что донорами выступают родственники больных, в разы повышает вероятность совместимости их и рецепента, а также того, что пересаженная почка приживется и будет отлично функционировать. Каждое действие врачей рассчитано до секунды и четко отлажено. Операция по пересадке почки позволяет значительно улучшить состояние здоровья больного и качество его жизни. До пересадки пациенты были вынуждены регулярно получать заместительную терапию с применением методов аппаратного диализа. Это уже не первая такая операция, которая проводится в областном многопрофильном центре. Осуществление такого рода высокотехнологичных хирургических вмешательств в регионах стало возможным благодаря инициативе президента оснащению всем необходимым оборудованием. Состояние пациентов, которых мы прооперировали в октябре текущего года, удовлетворительное. Они получают все необходимые лекарства и постоянно находятся под контролем специалистов. Предыдущие такие операции проводила команда, в составе которой половина – врачи республиканского специализированного научно-практического медицинского центра хирургии имени Академика Вахидова, вторая половина – сурхондаринские медики. Сегодня это соотношение составляет 20 на 80. Это значит, что растет профессионализм местных кадров. И в скором времени операции по трансплантации будут проводиться собственными силами. Тем более, что для этого есть все условия. Специалисты здесь молодые, но очень опытные. Все врачи регулярно повышают квалификацию. Если раньше брали за образец проведения таких операций за рубежом, теперь равняются на столицу. Любой врач-трансплантолог на вопрос, как меняется жизнь пациента после пересадки почки, ответит в лучшую сторону. В настоящее время в регионе на учете с диагнозом хроническая почечная недостаточность состоят более 900 человек. Свыше 300 из них находятся на гемодиализе. Каждый из них знает, что такое быть трижды в неделю привязанным к аппарату по очистке крови, испытывать перепады артериального давления, ограничивать прием жидкости. Поэтому такие операции, поставленные на поток, позволят не тратить порой очень обременительные для семейного бюджета суммы на лечение за границей и в очередной раз продемонстрируют, какой синергетический эффект дает внимание к развитию медицинской сферы.